Эти микроавтобусы будут возить детей в школы в самых отдаленных уголках Самарской области. В салоне 14 мест, каждая из них оборудована ремнем безопасности. Здесь есть полки для вещей. В салоне высокая крыша, можно стоять в полный рост. И что самое главное, есть хорошая система отопления и кондиционирования. Игорь Каленов возит детей в школу в Безенчукском районе. Самый далекий поселок, 22 километрах от центра. За почти 30 лет водительского стажа Игорь впервые за рулем иномарки. Такая впервые. Ну, удобная машина. Хорошо. И детям тепло зимой особенно. Никто не обижается. Новые машины удобнее и экономичнее, хорошо оборудованы и потребляют мало топлива. Самарская область получает 119 школьных автобусов. Ключи торжественно вручает губернатор Николай Меркушкин. Знакомится с внутренним устройством. 14 мест для детей, 2 для воспитателей. Ну, давайте, берегите. Спасибо. Удачи. На дорогах сопутствовала удачи. Пополняется и медицинский автопарк. 30 машин скорой помощи отправляются в работу на Самарскую станцию. То есть мы сейчас на 50% парк обновили. Ну, а ситуация лучше или пока? Получше становится. Или все равно? Напряженная, но получше становится. Три новых реанимобиля оборудованы по всем мировым стандартам. В таких машинах не просто везут в больницу. В них спасают. Оснащение этого автомобиля предназначено для оказания помощи самым тяжелым больным. Там все оборудование, начиная от дефибриллятора и дыхательной аппаратуры, которая обеспечивает вспомогательную дыхательную поддержку и кислород на всем периоде перевозки этих пациентов. Обновление и пополнение автопарков в Самарской области продолжится и в этом году. Олеся Корецкая, Василий Колдашов, События.